Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Главное». С вами я, Нина Демогла. Сегодня мы обсудим текущую политическую, экономическую, социальную ситуацию в нашей стране, а также ситуацию в регионе и то, как ситуация в регионе влияет на Республику Молдову. С гостем нашей студии. Наше приглашение принял депутат парламента, член фракции блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. Господин Старыш, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, Взаимна. Ну и начнем с Украины. Молдова и весь мир сегодня замерли буквально в ожидании итогов переговоров министров иностранных дел Российской Федерации и Украины. Переговоры в Анталии, в Турции прошли. В принципе, я отметила основные тезисы. После этого вышли на брифинге как один министр, так и другой. Хотела бы отметить для наших телезрителей основные тезисы выступлений. Значит, господин Лавров заявил следующее. Теперь давайте послушаем, процитирую основные тезисы, которые передал во время. Брифинга господин Кулеба, министр иностранных дел Украины. Значит, он сказал следующее. Разговор с Лавровым был сложным, но Киев готов продолжать диалог с Россией. Украина и Россия пока не достигли решения по прекращению огня, но обсудили вопросы открытия гуманитарных коридоров. Киев готов дать по ним гарантии. НАТО пока не готова обеспечить безопасность Украины. Россия предложила трехсторонние консультации с экспертами МАГАТа Украины и России по безопасности украинских ядерных объектов. Господин Старыш, хочу начать с того, спросить, о чем вам говорят итоги встречи двух министров иностранных дел? Это была трехсторонняя встреча, но все-таки важно. Тем не менее, да. Меня радует, например, то, что эти переговоры просто происходят. Они происходят в разных форматах, и их уровень постепенно подрастает. Вот мы уже дошли до переговоров министра иностранных дел. Все это вселяет надежду на то, что решение этой ситуации будет рано или поздно найдено. Ну, мы понимаем, да, что любые конфликты... Хорошо, если рано. Хотелось бы, чтобы раньше, чем позже. Ну, уж как пойдет. Важно, что, несмотря на всю эту обстановку, стороны встречаются, и встречаются регулярно. Жмут друг другу руки, несмотря ни на что. Вот. И это вот как раз сам факт этих переговоров значительно важнее их результата. Тот самый случай, да. Договорились договариваться, как говорится. Но время-то идет, господин Старыш. Я понимаю. Но если бы, знаете, это от меня зависело. Я понимаю вашу тональность. Она просто, ну, вряд ли может быть обращена лично ко мне. Нет, конечно. Да. Время, к сожалению, идет, жертвы множатся. Ну, еще раз говорю, что все войны заканчиваются миром. Все войны заканчиваются миром, закончится миром и этот конфликт, безусловно. И просто, как будет потом, тоже важно понимать, да, что будет потом. Вы знаете, я читаю аналитику многих политологов. Некоторые из них отмечают то, что пока эти переговоры проходят, вот, три раунда состоялись там с представителями. Вот этот в трехстороннем таком формате прошел диалог. Но пока не сядет за стол переговоров плюс еще представители Евросоюза или США, от которых, в принципе, Россия и ждет в первую очередь гарантии того, что Украина останется нейтральным государством, что эти переговоры не сдвинутся фактически с мертвой точки. Вы поддерживаете такое мнение? Да, вероятно, да. Вероятно. Я вообще считаю, что, значит, проблему обеспечения мира в регионе должна, и гарантирование мира в регионе должно быть многосторонним. Безусловно, все государства Европы, и не только Европы, так или иначе, вовлечены в эту ситуацию. И, конечно, было бы неплохо, чтобы они стали и посредниками, хотя мы видим, что, в принципе, стороны могут встречаться и без посредников. Хотя сегодня была турецкая сторона посредником, но до этого они встречались напрямую. И какие-то гарантии постконфликтного обустройства ситуации и жизни в регионе, конечно, должны даваться многостороннее. Должен быть какой-то международный и комплексный подход к этой ситуации. Я, например, ну, понимаете, из практики обычной, я надеюсь, что происходит, что существуют и другие каналы. О которых мы с вами не знаем. Переговоров. И другие форматы, и другие каналы переговоров, о которых мы с вами не знаем, знать, в принципе, не должны. Я думаю, что эти контакты происходят, и на них какие-то решения будут приниматься. Я очень надеюсь. Если это так, то это очень хорошо. Хотелось бы. Хотелось бы. Также замглава Офиса Зеленского вчера сообщил, что мы готовы, я тестирую его, к дипломатическому регулированию конфликта. Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным. На ваш взгляд, состоится ли эта встреча и решит ли она что-то? И должна ли она состояться? Сегодня господин Лавров также отметил на своем брифинге, что к этой встрече нужно готовиться. Понимаете, когда первые лица встречаются, у них должно быть готовое решение. То есть они должны иметь что-то на столе, что они потом подпишут. То есть, скорее всего, это говорит о том, что пока еще решения нет? Ну, пока, судя по тем заявлениям, которые делаются официальными лицами, как Киева, так и Москвы, судя по тому, как развивается эта драматичная ситуация в соседней с нами стране, пока решений очевидных не достигнуто. Не достигнуто. Они обсуждаются. Господин Старыш, еще один момент, почему граждане нашей страны в напряжении, потому что все-таки у соседей, так скажем, такая ситуация. Люди переживают за то, что не будет ли подобного чего-то у нас. Вы как считаете, как себя ведут власти, учитывая сложившуюся ситуацию в регионе? И стоит ли нам опасаться? Давайте немножко о личном. Вот знаете, как говорил великий русский писатель, киевлянин Михаил Афанасьевич Булгаков, вопросы крови самые сложные в мире. И вот что делать многим из нас, живущим здесь, со своей кровью? Ведь если так посчитать, то я не могу измерить, где у меня глубже могилы. В селе Пеструены, в республике Молдова, где лежат мои предки по молдавской линии. Или в Волыкой Киснице, где лежат мои предки по украинской линии. Это все происходит, проходит через каждого из нас. Это проходит через каждого из нас. И здесь, как вам сказать, надо за что-то цепляться, надо за что-то держаться. И я знаю за что. Потому что, знаете, помимо голоса крови, есть еще голос гражданства. И с ним общаться и работать с ним даже труднее, чем с голосом крови, потому что голос крови всегда кричит, часто кричит, убей. А голос гражданства всегда шепчет о мире. И вот это надо слышать каждому сегодня из нас. Потому что наше гражданство, невзирая на наше этническое и прочее происхождение, это не просто цифровой след, это не просто какая-то строчка в паспорте. И не просто наличие этого паспорта. Это наше приятие этой территории. В ее вот таких вот границах. Это наша любовь к этой территории. Это наше отношение к этой территории. И вот каждый из нас, будучи гражданином Республики Молдова, должен сегодня слушать свой голос, гражданский голос, который нам шепчет о мире. И наша задача, сверхзадача, сохранить мир. Тем более, что вот у нас есть пример. И, конечно, люди боятся сегодня, что будет война. А украинцы не хотели мир сохранить? Они хотели разве войны? Мне очень трудно судить, чего хотели украинцы, чего хотели русские. Я сегодня готов говорить только о нас. Хорошо. Константин, как тогда вы считаете, я задам вопрос немного по-другому, еще как ведут себя власти, на ваш взгляд? Так вот, я к этому и подхожу. Я считаю, что власти ведут себя разумно. Они слышат этот голос, который шепчет о мире. Они понимают, что нужно успокоить людей. Они понимают, что нельзя принимать ничью сторону. Они понимают, что вот он, вспомнили, что мы нейтральная страна. И эта единственная маленькая строчка в нашей Конституции является, оказывается, гигантским таким щитом, за которым можно закрыться, за которым не спрятаться и не отсидеться, а который тебя просто оберегает от наихудшего варианта, от наихудшего сценария. На мой взгляд, власти с достоинством выдерживают этот вызов, и мы им всячески в этом помогаем. Знаете, у Киплинга было великое водное перемирие, да? У нас сегодня что-то такое негласное происходит в парламенте. Мы понимаем, что сегодня не время заниматься нашей привычной политической битвой, войной, борьбой, назовите как хотите. Мы понимаем, что сегодня вызовы такие, что мы должны друг другу помогать. Помогать во всем. Помогать в том, чтобы справляться с этим наплывом беженцев. Помогать в том, чтобы выдерживать четко вот эту линию на нейтралитет. Который, еще раз повторяю, нас оберегает сегодня от любого наихудшего сценария развития событий. Я надеюсь, что этот опыт, который мы сегодня обретаем, опыт сотрудничества, опыт непровоцирования друг друга, опыт ненападения, если угодно, друг на друга, перед лицом серьезных вызовов, он нам поможет и дальше работать нормально. Он нам поможет и дальше сотрудничать нормально. Он нам поможет и слышать друг друга, и слышать аргументы друг друга. Потому что так считалось, что проблемами нейтралитета были озабочены только левые силы. Все остальные все время пытались заявить. Нет, сегодня оказалось, что нейтралитет – это важно. Это щит. Это наш щит. И наша гарантия безопасности. Я надеюсь, что мы перестанем транслировать в общество потоки ненависти друг к другу. Потому что у нас нет врагов. Потому что там, где враг, там война. Я надеюсь, что мы научимся не делить общество по разному принципу, по этническому, языковому, региональному, прочему. Потому что любой разлом общества может стать линией фронта. Я надеюсь, что сегодня мы постигаем эту науку политической, цивилизованной политической борьбы и новой политической культуры. Из всего надо извлекать уроки, даже из трагических событий. Тем более, когда они не у тебя происходят. Все же вы сейчас находите в общем консенсус с властью. Но не по всем вопросам. Мы не можем находить по всем вопросам, потому что мы разные. Но мы, как минимум, ведем себя по-другому. А это тоже важно. Потому что мы транслируем в общество модели поведения даже. Не только аргументы в спорах друг с другом у людей различных политических взглядов, но и модели поведения. И мы сегодня ведем себя цивилизованно. Наконец-то. Молдова и ее возможность вступления в Евросоюз, в блок коммунистов и социалистов, по крайней мере, заявили и, так скажем, охарактеризовали этот шаг как очень поспешный. Вы сказали о том, что необходимо, ваши коллеги, по крайней мере, сказали о том, что необходимо было провести сначала референдум. У нас очень много внутренних проблем сейчас. И было много внутренних проблем. А сейчас еще больше появится проблем. Потому что помимо буквальной безопасности у нас возникает еще целый ряд вызовов. Ну да, есть реакция Приднестровья и так далее. Но все же, господин Старыш, подали заявку и Украина, и Грузия. И мы, как страна, так скажем, восточного партнерства, в Хоре, вполне логичный шаг. Да, но почему-то это не понравилось Украине. Ну, вы же слышали заявление министра иностранных дел этой страны. Мне к ним нечего добавить и не хочу это комментировать. Но понимаешь, что человек напряжен, что там ситуация такова, что, ну, как бы, жесткая. Ну, и представители Еврокомиссии сказали о том, что они будут по отдельности рассматривать все эти заявки. Ну, да, хорошо. Пускай рассматривают. Я не хочу особо это комментировать. Понимаете, существует вообще иллюзия в определенных кругах, что можно как-то этот путь, даже если по нему неуклонно двигаться, можно как-то его срезать. Ну, мы помним. Возможно его срезать вот в нынешних условиях? Я не считаю, что возможно его срезать. Мы должны пройти его от начала до конца, если уж мы по нему идем. И если мы будем неуклонно по нему идти, и что он предполагает вообще, и где его край, и где его конец. И как так строить отношения с другими государствами. Ну, она 30 лет идет, и еще 30 лет, наверное, будет идти. Вот. И все равно есть страны, которые ближе значительно и прошли такую огромную часть пути. И какой частью мы интегрируемся в Европейский Союз. Кишнев, к сожалению, не контролирует треть своей территории. И треть своего населения не контролирует. И тут есть вопросы, да, чисто организационного характера. Политически, да, наверное, можно об этом заявлять в этих условиях. Но я вам напомню, когда был... И вокруг этой темы вообще всегда много достаточно не очень профессиональных спекуляций. Вот, помните, да, когда Троян Басеско, он такой эксцентричный был президент Румынии, предлагал Воронину, а давай вступай сюда, в Румынию, и так попадешь в Евросоюз. Так Молдова станет частью Евросоюза. Это тоже называется срезать путь, да, куда-то там заскочить на подножку уходящего поезда, куда-то в светлую, там, голубую даль. Вот, но так не бывает. Так не бывает. И если мы всерьез говорим об этом, не контролируя части территории, то как относиться тогда к конституционному принципу территориальной целостности Республики Молдова? Да, мы же не можем его объехать. Мы что, можем отцепить эту часть территории? Нет, не можем, потому что мы выступаем за территориально целостное государство. У нас это прописано в Конституции, мы не можем вот просто так топтать Конституцию. Поэтому вопрос такой, может быть, куда-то на далекую перспективу срезать путь, я уверен, что не получится, потому что Молдова, и это признают все, и внутри страны, и вне ее, не готова сегодня стать частью Евросоюза. Ну, Молдова и Германия, ну хорошо, Молдова и Австрия какая-нибудь. Нам надо сегодня решать массу других проблем. Например, из политических проблем я бы выделил все-таки проблему нейтралитета. Еще раз говорю, эта ситуация нам показала его чрезвычайную важность. Она показала, что этот принцип работает, что он гарантирует безопасность, что он гарантирует не втягивание в конфликты. Еще раз повторю, Майя Санду, лично она, выдерживает этот путь, эту линию. И это очень хорошо, и это очень хорошо. Это невероятно хорошо, потому что я понимаю, что и она, и вся правящая партия испытывает определенное давление со стороны, в лучшем случае, если бы речь шла только об электорате, но я думаю, любой избиратель ПАСа в данной ситуации такой же, как любой избиратель блока коммунистов и социалистов. Он хочет мира. Он хочет мира. Он хочет, чтобы здесь, в этой стране, был мир. Чтобы тут ничего не происходило такого, что заставило бы там... Ну, предполагается, что есть еще какой-то надпись к, возможно, зарубежных партнеров и гостей, которых немало. Я не знаю, возможно. Но в любом случае, вы считаете, что нейтралитет... Существуют такие, знаете, как бы, элитные комментаторы, которые поддерживают действующую власть. Вот они провокаторы. Вот они провоцируют, да. А сделай вот это, а давай вот сделай вот это, а давай плюнь туда, в ту сторону, плюнь другую. К счастью... А кто их заказывает? Они сами такие, я думаю. Вот они исходят из своих представлений о прекрасном. И я повторюсь, что у нас много, масса внутренних проблем. И нейтралитет одна из них. Почему мы предложили обсудить с правящей партией закон о постоянном нейтралитете Республики Молдова? Потому что мы хотим, чтобы этот принцип стал рабочим. Вот он показал дееспособность. Теперь нам надо, наконец-то, 30 лет спустя, расшифровать, что это обозначает. Когда я слышу, у нас же в Конституции написано, что мы нейтральны, и этого достаточно, нерабочий аргумент. Почему? Потому что у нас в Конституции написано, что у нас свобода слова. Но у нас при этом есть целый ряд законов, которые регламентируют свободу слова. Регламентируют работу СМИ и так далее. В Конституции сказано, что человек вправе выражать свое мнение. Но у нас при этом есть закон о свободе собраний и так далее. который определяет параметры, рамки, что можно, что нельзя. Где границы этой свободы, собраний и свободы слова. То есть любое конституционное положение имеет под собой еще расшифровку в виде органических и прочих законов. Ну и вот закон о нейтралитете была сделана, кажется, в 2016 году расшифровка, которая гласит, что во время военных действий Молдова... В 2017 году. И это был явный заказ тогдашнего негласного руководителя страны. Которым, да, можно трактовать этот пункт сегодня по-разному. И тем более в этом свете, тем более важно обсудить и принять закон о постоянном нейтралитете, чтобы не было вот этих вот трактовок, расшифровок, кому как в голову пришло. Нейтралитет не может быть ситуативным, он может быть только постоянным. Так написано в Конституции. Какие задачи тогда решал господин Плохотнюк? С кем он заигрывал? Какие геополитические вопросы свои решал? Что продавил через подчиненный себе Конституционный суд такие толкования Конституции и этого положения о нейтралитете? Я не знаю. Могу догадываться, утверждать не берусь. Но понятно, что сегодня мы должны этот принцип подкрепить. И мы... Я уже обращался к правящей партии, у них была какая-то некая эмоциональная реакция. Нам надо садиться за рабочий стол, класть этот документ, выслушивать предложение. Существует, кстати говоря, с 2015 года комиссия парламентская, которая не завершила свою работу по разработке этого закона. То есть она существует. Ее никто не закрыл постановлением парламента. Ее сейчас нужно наполнить новым составом депутатов, перезапустить ее деятельность, садиться и работать над этим законом. Еще раз говорю, мы должны четко сказать, что мы мирная страна, которую невозможно втянуть ни в какие боевые действия. Невозможно втянуть. Беженцы, свежие данные МВД, значит, с начала войны в Украине, в Молдову въехало почти 260 тысяч граждан Украины, из которых 101,5 тысяч граждан остались в Молдове. Значит, также 30 тысяч граждан въехало из других стран, из которых 5,6 тысяч остались в Молдове. Итого, на территории Молдовы находятся 107 тысяч 115 иностранных граждан, из которых 3 114 иностранцы, из них 2279 граждане Украины попросили убежища в Молдове. Это данные Министерства внутренних дел Молдовы. Какой вы видите ситуацию с беженцами, господин Старыш, хватит ли той гуманитарной помощи, которую нам выделяет Запад? Напомню, что накануне 20 миллионов, кажется, нам выделили из них 5 миллионов помощи, а 15 миллионов деньгами. Но сегодня господин Попеску заявил, что, по их данным, полтора миллиона в день уходит на содержание беженцев. Из этих полутора миллионов одна треть – это дотации из нашего бюджета, остальные – это какие-то миссии и просто граждане. Вот насколько критична эта ситуация? Ну, я думаю, что она близка к критичной, потому что никто к ней не готовился. К ней никто не готовился. И еще этот процесс, я так понимаю, не завершен. Он еще не завершен. Но хорошо, что мы помогаем людям, попавшим в беду. Но мы на пределе своих возможностей. Мы на пределе своих возможностей. И я совершенно тут согласен с теми представителями власти, которые говорят, условно, не учите нас жить, лучше помогите материально. Конечно, тут нужно получать помощь финансовую, потому что мы сталкиваемся иногда с нехваткой чего-то элементарного. И, конечно, люди несут. Я думаю, что каждый из нас, я видел, что и вы там занимались волонтерствами. Мы, безусловно, передавали. Я думаю, что каждый человек в Молдове так или иначе оказал какую-то помощь. Оказал какую-то помощь этим людям. Но я знаю, что господин Старыш заметила, что сначала было волонтеров очень много. Их становится все меньше, меньше и меньше. И в итоге получается так, что люди приезжают, и в итоге власти остаются один на один. Особенно местные власти, городов, сел и так далее. Я хотел только с этим об этом сказать. Что здесь проявляется солидарность по отношению к этой ситуации, которая у нас сегодня и в парламенте тоже существует. Потому что очень многие, особенно в приграничных, на севере Республики Молдова, и примары, и председатели районов, это представители наших партнеров, партии социалистов, партии коммунистов, то есть представители блока. И они тоже пока не очень-то получая еще финансовую поддержку из центра. Тем не менее, все эти дни, я считаю, что героически справляются с этой ситуацией, стараются справляться. Но, конечно, нам надо помогать извне. И это совершенно очевидно. Наши ресурсы не безграничны. Что касается того, что меньше волонтеров, ну, знаете, многие же там на эмоциональном порыве потом у людей все-таки какие-то дела начинаются. Ну, у людей своя работа, конечно, они могут помочь на выходных. А эта ситуация такая, как бы, растянутая по времени. И это нужно каким-то образом переводить уже, я думаю, на плюс-минус профессиональную основу эту помощь. Вот, часто я вот, например, знаю, мне сегодня рассказывали, что глава еврейской общины Александр Белинкес, да, принимает, там, развернул три центра, не получая при этом, как бы, финансовой поддержки от государства. Вот, принимает украинские граждане еврейской национальности, их там уже очень много. Они очень мощно работают, я не знаю, где чья, какая община, я знаю, что есть две, но они молодцы. Вот просто негде купить раскладушки, то есть там матрасы укладываются на поддон, и этот поиск раскладушек по всему городу, значит, ну, по всей стране, мы сталкиваемся с элементарным, да, нехваткой просто физической каких-то вещей для их размещения, вот, ну, там есть дети, там есть больные, то есть, как перестроить систему здравоохранения, с учетом того, что тут находится плюс 100, 150, посмотрим, сколько будет дальше беженцев, как перенастроить систему образования, потому что много детей, и дети должны где-то учиться. А как? Вот как? Ну, я не знаю, в классе у моего ребенка уже есть девочка с Украины, она уже учится, то есть, но понятно, что это должна быть какая-то госпрограмма, я надеюсь, что она будет разработана. Я думаю, что все-таки потихоньку, мне так кажется, по моим наблюдениям, эти люди, даже которые, тут маленькая часть все-таки остается, вот 2279 граждан только попросили убежище официально, все-таки в Евросоюзе им выделяются какие-то там пособия ежемесячные, я думаю, что Молдова себе этого позволить не сможет. Пока не сможет, без внешней поддержки точно. Ну, все равно, даже если люди проходят через территорию транзитом, это все равно ощущается, они не уходят сразу, там огромные очереди на пунктах перехода и так далее. Все равно, эта ситуация экстремальная, она чрезвычайная, она требует других подходов, других денег, других средств, другого отношения. Я говорю еще раз, что, ну, к сожалению, люди не по своей воле были вынуждены сняться с насиженных мест и помогать важно, помогать этим людям важно. Я знаю, что сейчас там гуляют ролики, конечно, не без такого. У всех у нас есть друзья на Украине, да, или в Украине, как правильнее. И мы общаемся, и вот искренне люди звонят, они тоже смотрят эти ролики, они извиняются за некоторых представителей своего народа, которые ведут себя неподобающим образом. Ну, ну, куда деваться? Ну, понимаете, я даже вот в какой-то момент, когда вот в пылу этих дискуссий, я вдруг вспомнил 1992 год. Так получилось, что летом 1992 года мне пришлось, мы были с семьей моего брата в Крыму, и так получилось, что нам пришлось очень сложно добираться, как-то там сначала до Одессы, потом, поскольку Приднестровье воевало, как раз была война, была конфликтная, либо уже едва-едва постконфликтная, постбендерская фаза, да. Ну, еще свежая такая. Да, ну, все. Значит, я помню, как мы приехали на железнодорожный вокзал в Одессе, и я увидел огромное количество беженцев, и они были из Бендер. Они были из Бендер, из Террасполя, то есть они были граждане Республики Молдова, они были из Молдовы. Они тоже бежали от войны. Война всегда зло. И я думаю, что если мы сегодня имеем возможность, и кто же там кто-то приютил, кто-то дал им возможность съесть кусок хлеба, кто-то налил им чашку чая, дал тарелку супа, и я думаю, что если мы сегодня можем вернуть этот долг, то мы его обязаны вернуть. И еще я очень надеюсь, знаете, на что? Что вот тот импульс добра, милосердия, сострадания, который молдавский народ, молдавские власти проявили по отношению к этим людям, сохранится и каким-то образом впоследствии будет направлен и на собственное население. Ведь ни для кого, к сожалению, не секрет, что многие наши сограждане на протяжении лет, если не десятилетий, живут на собственной территории в качестве почти что беженцев. И я надеюсь, что вот этот импульс помощи будет реализован и для наших собственных граждан Республики Молдова. Помогать нужно и тем нашим гражданам, которые попали в беду. Спасибо большое. Мы вернемся к нашему эфиру после очень короткой рекламной паузы. Итак, мы вернули студию. Напомню, что в эфире программа «Главная». Сегодня мы общую ситуацию в регионе и в стране обсуждаем с гостем студии, с депутатом парламента Константином Старышем. Господин Старыш, в продолжении нашей беседы хочу сказать, что депутаты партии «Действия и солидарность» выступили против отмены повышения заработных плат представителям госструктуры, против аннулирования всех государственных закупок, не имеющих особой важности. Значит, данные проекты были включены в пакет мер поддержки граждан и бизнеса, разработанные депутатами партии социалистов. Вы, в принципе, в этом законопроекте поддерживаете партию социалистов? Ну, конечно, мы же работаем блоком. Это все, с чем выступает ПСРМ в парламенте, она выступает от имени блока, безусловно. Почему, объясните тогда, пожалуйста, вы против отмены, вы за отмену повышения зарплат представителям госструктуры? У нас такой кадровый дефицит. Мы видим, как сейчас представители госструктуры. Временно. Нам, когда говорят, надо экономить. Помните, нам каждый день говорили, газ дорогой, надо экономить. Значит, бензин дорогой, надо экономить. Жизнь не будет прежней, нам говорили. И так далее. У нас сейчас некая ситуация, да, вот она очень болезненная, она плохая. Мы стоим, помимо там нестабильности, мягко говоря, в регионе, мы сталкиваемся там с галлопирующим абсолютно ростом цен на все. Мы еще сталкиваемся с проблемами беженцев. И где-то надо экономить, дорогие товарищи, нет? Представители власти. Давайте вот поэкономим на себе. Давайте мы пока временно заморозим повышение зарплат госслужащим. Я понимаю, что у нас кадровый дефицит. Но давайте на три месяца, на четыре месяца, не навсегда. Но давайте мы какую-то часть денег этих перенаправим на социальную поддержку. Давайте мы не будем покупать букеты, машины, не будем делать ремонты в государственных офисах. Пока. Потом сделаем, потом купим. И букеты, и машины, все купим. И трещины замажем в райисполкомах, да, и в президентуре, там, или в парламенте, где там надо. Вот. Но пока давайте немножечко себя ограничим в этих расходах. Так в этом смысл законопроекта. Давайте чуть-чуть сэкономим. И вот этот жесткий удар социальный, который приходится сегодня по большей части населения, как-то попытаемся смягчить. Понятно, что за счет такого рода мер ты всех проблем не решишь. Но как один из элементов какой-то более комплексной программы поддержки населения, он имеет право на жизнь. Потому что это и есть экономия. Экономия. Потому что, ну, у нас сейчас... Правище, большинство вас не поддержало в этом. Ну, я, слушайте, ну, такие, там, привычка такая. Также не поддержало и в вашем призыве, да, отменить запрет на экспорт кукурузы, который был введен чрезвычайной комиссией с 1 марта. Ну, вот с кукурузой, я, конечно, не специалист в аграрном секторе, мягко говоря. Но с кукурузой вроде бы как. Понимаете, история же какая? Она очень простая. Был хороший урожай. Внутренний рынок, емкость внутреннего рынка, там, миллион тонн, грубо говоря. Вырастили 2 миллиона тонн. Ну, почему не продать излишки, да? Потому что эти деньги, это же и есть, как бы, экономическая деятельность, да, во-первых. Во-вторых, им даже, во-первых, надо заплатить зарплаты из этих доходов. Во-вторых, закупить... Готовиться к новому году. Совершенно точно закупить все эти семена. Поседные. И так далее. То есть, там есть, им нужны деньги, аграрим. У нас весна вот уже сейчас подходит. При этих ценах на топливо вообще, по-моему, все делается бессмысленно, и это деятельность. Поэтому, ну, зачем их ограничивать? Нет дефицита. Если бы мы понимали, что мы готовимся там к чему-то страшному, да, но мы к нему не готовимся. И не стоит. И пока мы будем удерживать эту позицию, повторюсь, ничего сверхъестественного не произойдет. Мы сталкиваемся сегодня с другого рода угрозами. С угрозами энергетической безопасности. Кстати, по энергетической безопасности. Вот ожидалось, что мы на год с Кучурганской ГРЭС, с Молдавской ГРЭС, да, мы заключим контракт. Вчера мы узнаем от господину Спыну, что этот контракт продлен только на месяц. Да, ну, потому что он продлен только, я уверен, что любой поставщик электроэнергии, как и всего, чего угодно, да, он заинтересован в долгосрочных контрактах, в стабильных поставках, в понятных сроках. Здесь история очень простая. Поскольку эта станция работает на газе, значит, никто не рискует сегодня прогнозировать, что будет с газопроводом. Что будет с газопроводом? Поскольку ведутся боевые действия на территории, по которой проходит газопровод. Плюс мы слышим там от руководства Украины, что, я не знаю, фейк не фейк, надо перепроверять. Я, ну, как бы лично не слышал, но читал, что есть такой вариант перекрыть поставки газа. Да, я читала тоже где-то в телеграм-каналах, что Украина отказывается от российского газа. Поэтому никто не рискует заглядывать дальше, чем на месяц, потому что может произойти некий форс-мажор. Вот, я думаю, что только с этим связан такой короткий срок контракта. Но он был заключен по старым ценам, и это все-таки свои, да, работаем со своими активами, да, и со своими людьми, которые руководят этими активами. Поэтому по старым ценам никто не захотел лишнего навара. Хотя бы этой ситуации можно было бы даже понять, да, вот, извлечь попытку извлечь сверхприбыль. Но пока эта ситуация будет такой, я очень надеюсь и верю, что она не бесконечно, мягко говоря, что все-таки как-то вот это уже скоро все начнет регулироваться. Тогда, я думаю и надеюсь, что наше правительство проведет еще одни переговоры с поставщиками электроэнергии и заключит долгосрочные контракты. Вот. Так что вот так. Значит, хотелось бы также проинформировать наших телезрителей о том, что годовая инфляция в феврале достигла почти 19%, продукты подорожали почти на 24%, промышленные товары на 15%, услуги на 17%, о ценах на топливо мне даже говорить страшно. Ну да, страшновато. Старыш, как нам жить дальше? Это очень сложный вопрос. Больше того, я так понимаю, что может быть и хуже, потому что тот контракт, который был заключен с «Газпромом», по-моему, уже со следующего месяца, там, часть этой суммы, которую мы должны будем выплачивать, она привязана к спотовой цене на рынке. А какая она сейчас там, мы прекрасно знаем. Побили вообще все исторические рекорды. Все рекорды, да. И как бы, ну я не знаю. Подождите, у нас скоро, а, мы с мая должны долг начать выплачивать, кажется. Да. С этим аудитом еще могут быть вопросы. Ну я не знаю, как там развивается ситуация. Ну, тепло будет или холодно, неважно. Потому что, ну, пока тепло, потом будет снова холодно, понимаете. То есть, я считаю, что вот этот теплый период времени, и я еще раз подчеркну и повторю, что я надеюсь, к тому моменту ситуация будет отрегулирована, во всяком случае выйдет из своей горячей фазы. Я думаю и считаю и убежден в том, чтобы спасать людей, чтобы помогать населению Республики Молдова, не какими-то там адресными компенсациями, а в целом, да, надо будет снова садиться за стол переговоров и вести, возможно, более квалифицированно, с привлечением, может быть, более широкого круга понимающих в этой проблеме людей, новые переговоры. Новые переговоры с «Газпромом». Нам нужен будет новый контракт, потому что, ну да, может там цены на спотах и снизятся, но они все равно будут очень высокими, так или иначе. Напряженность будет сохраняться, и вокруг энергетики всегда делась большая политика, и поэтому, возможно, нам нужно будет вернуться за стол переговоров с партнерами и попытаться заключить новый контракт, более лояльный, тем более, что, ну, еще раз повторю, та линия, которую выбрал официальный Кишинев в данной ситуации, позволяет нам рассчитывать на то, что мы можем вернуться к переговорам. И достигнуть более какие-то конструктивные результаты. Более, конечно, для людей, это же не для политиков делается. Я подозреваю, что большинство политиков в Республике Молдова, в общем-то, выдерживает любое повышение цен на энергоносители. Но именно политики. А не все наши сограждане выдерживают. Но уже и политики делают определенные заявления, что они скоро перейдут с автомобилей на... На экологические виды транспорта. Да, на экологические виды транспорта или на троллейбусы. Ну, слушайте, если так дальше идти, то мы дойдем... Вот сейчас есть свежая книжка Виктора Пелевина, ну, как свежая, осенняя. У него по осенью выходит, где, в общем-то, описывается в той или иной степени современный мир. После больших войн, после постапокалиптический мир, в котором победила все-таки экология, где все ездят на повозках, все прекрасно. Ну, давайте перейдем на коруцу, на кизяк. Ну, то есть, это экологично. Но не совсем позитивно, если честно. Мы не можем. Ну, я в какой-то степени, как бы, утрирую, да. Но, как вам сказать, нельзя уже в 21 веке говорить о возврате к таким вещам. Правда? Вот. Поэтому нам надо искать возможность помочь населению. А помочь мы можем только введя переговоры. Только занимая конструктивную позицию на международном плане. Вести переговоры с партнерами, в том числе по стабильным и недорогим, желательно, поставкам в различных видов энергоносителей. Все же, господин Старыш, вот у нас столько всего, да. И пандемия, и пандемическая ситуация, и услуги повысились, и промышленные товары, и продукты питания подорожали. Вот какие еще инициативы вы планируете предложить в парламенте ваших блоков? Или что лично вы могли бы предложить? Каким образом можно хоть как-то отрегулировать ситуацию? Ее сейчас очень быстро и в полном объеме отрегулировать невозможно. Ну вот надо понимать. Ну вот закончится напряженность в регионе. Вы же сами сказали, любая война заканчивается миром. Есть, я даже принес, я просто сюда, в студию не взял, вот такой пакет законопроектов. Надо было взять, ну, к сожалению, законопроектов, которые позволяют немножечко смягчить на время вот этот удар. Он связан там с налогами, да, позже декларации внести, позже заплатить налоги. Почему не делаются какие-то налоговые послабления для экономических агентов? Они переживают страшные кризисные времена. Почему не водятся? Почему? Кто против? Мы же предложили, вот как в частности, там, для поставщиков бензина, ну, топлива, да, там, поиграть акцизами. У нас не так много инструментов. Налог, акции, свод, все, что мы можем сделать, да, ну, давайте мы его там снизим или отменим на это время хотя бы. Вот, там, может быть, смягчить историю там по банковским кредитам, там, немножечко тоже отсрочить там на три месяца, пока у нас не закончится эта кризисная ситуация, когда действительно ты не знаешь, за что тебе хвататься. Еще и люди бегут, понимаете, и людей надо еще успокоить. И бегут-то не бедные люди, а бегут те, кто, ну, думают о том, что, не дай бог, да, ну, вот. Я читала, что по поводу повышения, вот, акцизы, их невозможно, не читала, мне кто-то сказал из экономистов, что мы не можем снижать акцизы, потому что мы взяли на себя, когда принимали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, тогда надо провести переговоры, тогда надо провести переговоры с Евросоюзом. И объяснить, что мы не можем в данном условии повышать эти акцизы, но никто их не проводит. Да, слушайте, и когда подписывали этот договор об ассоциации, мы с вами даже как-то, кажется, об этом говорили, что мы потом пригласили к себе в офис представителя Евросоюза переговорщика, да, Люка Девиня, и показали ему там 40 с чем-то позиций, которые мы либо не можем выполнить, либо можем выполнить с огромным ущербом для себя, и он по половине из них согласился. Говорит, да, но тут просто со мной, никто с нами, никто так не вёл переговоров. Всё подписали, вот, не читая практически. Сегодня мы, к сожалению, с этим сталкиваемся. Если ты защищаешь, если тебе эти вещи нужны не для пиара, если ты, заключая тот или иной международный договор, выбирая тот или иной путь развития, действуешь в ущерб своему населению, не думаешь, что будет с экономикой, не думаешь, что будет с социальной сферой и так далее, то ну какой ты правитель. Сегодня можно вести переговоры и с ними об этом, потому что мы принимаем беженцев. И надо понимать, что мы не готовы были к этому. Ещё раз повторяю, что это страшные расходы. Серьёзный вызов для слабой социальной сферы здравоохранения, образования, слабого бюджета, не очень-то переполненного деньгами, из которого часто не хватает для своих людей. Но мы это выдерживаем. И это нам даёт переговорную позицию с кем угодно, с Америкой, с Россией, с Украиной, с Европейским Союзом. Мы сегодня можем улучшить договор об ассоциации, учитывая нашу роль в этом процессе. Мы можем всё. Просто этим надо заниматься. Просто этим надо заниматься. Привлекать квалифицированных экспертов, выдвигать инициативы и так далее. А парламент чем сейчас занимается? На чём сейчас концентрирован парламент? Мы идём в какой-то абсолютно рабочей повестке дня, и может быть и хорошо. Хотя начиналась вся эта история с объявления чрезвычайной ситуации, где мы нашли консенсус с коллегами. Единодушно. Единодушно, да. Даже умерили всю страну на самом деле. Ну когда такое, я говорю, великое водное перемирие. Почему на 60 дней, господин Старыш? Я не знаю. Я не знаю. Это, видимо, какие-то прогнозы нашего правительства, что эта ситуация, видимо, будет длиться 60 дней и хорошо бы... Не поднимались ли у вас пока вопросы о каких-то субсидиях, например, для авиаперевозчиков? Нет, пока нет таких законопроектов. Но я знаю, что сейчас коллеги из экономического блока нашей фракции готовят целый пакет всякого рода антикризисных мер. И мы их представим на следующей неделе. Я пока просто не знаю, о чём идет речь, поскольку вхожу в другую группу. Обычно в этот период было уже ясно, как проиндексируется пенсия для пенсионеров. А вот сегодня стало известно, что ещё непонятно, каким образом точно это произойдёт. Да. И как? Ну... Но вы уверены, что ваши коллеги работают в этом направлении? Ну, конечно, коллеги работают. И это серьёзные экономисты, в которых я убеждён. И я думаю, что сегодня и у партии власти нет особых резонов как бы отталкивают прямо все инициативы по старой привычке. Ну, сегодня, знаете, как в старой советской комедии, к людям надо смотреть на вещи поширше, а к людям надо помягше. Вот. И друг другу надо помягше и на вещи смотреть поширше, да. — Господин Старыш, всё же хочу спросить, вот незадолго до тех таких событий, которые резонансных произошли и происходят в регионе, партия социалистов, фракция, значит, партии социалистов и коммунистов всё-таки влились в единое целое, стали единым блоком. Как ощущается ли это как-то? Или момент прикидки уже прошёл? — Да, ну, смотрите, у нас есть пока опыт притирки, как вы говорите, да, на уровне парламентской фракции. Там у нас всё хорошо. То есть возникают, конечно, вопросы, возникают ситуации, но мы их успешно преодолеваем. В целом у нас нет разногласий, потому что, ну, взгляды на жизнь у нас плюс-минус одинаковые. Значит, у нас была разработана достаточно стройная программа. Работы этой объединительной работы в регионах на уровне уже, собственно, партийных структур. Но поскольку эта ситуация произошла, и сегодня все силы брошены, в том числе на помощь беженцам, то есть и наши партийные представители на местах, и представители партнёров по блоку, все вовлечены в этот процесс, потому что он сложный, он требует максимальных усилий, постоянного участия в этом. Мы, ну, вынужденно тоже, как бы, этот процесс отложили пока, но мы к нему, безусловно, вернёмся, и к формированию единого политического блока мы, безусловно, перейдём, как только снизится напряжённость в регионе. – А чем сейчас занимается Игорь Дедон? – Я не знаю. Я с ним не встречаюсь. – А какую роль он играет в этом блоке? – В этом процессе? Я не знаю. Я его не вижу, я не могу вам сказать, как бы. Я надеюсь, что конструктивную. Я надеюсь, что он, как минимум, мне… – Он влияет как-то на принятие политических решений? – Ну, например, вы с коллегами по партии социалистов общаетесь? Они что говорят? Или он полностью ушёл в общественную деятельность? – Слушайте, я у них об этом не спрашиваю, потому что мы контактируем с теми, кого избрал съезд партии социалистов, да, и вполне себе находим общий язык. Не всегда мы, как сказать, то есть цели мы формулируем чётко, и они общие. Пути достижения мы иногда можем поспорить, но в принципе, то есть сама техника, да, то есть это вопросы технического, технологического характера. Вот. У каждого просто свой опыт. – Вы предполагаете то, что к вашему, ну, в любом случае, опять же вас процитирую, что любая война заканчивается миром, в регионе станет всё хорошо, вы вернётесь к своей, так скажем, оппозиционной деятельности? – Ну, конечно, да. – Вы ожидаете, что ещё кто-то присоединится, какие-то политические силы вашего блока. – Вы понимаете, мы же объявили не только о формировании политического блока, но и о формировании на основе этого блока оппозиционной платформы. В принципе, открытой для... – Господин Воронин даже назвал некоторые партии, которые ни в коем случае не должны, не могут войти в эту платформу. – Ну, я не могу спорить с лидером собственной партии и противоречить ему. Ну, значит, видимо, так. – Вот. Хотя я думаю, что у нас достаточно много и политических, и общественных, самое главное. Я, честно говоря, не столько даже на партии в этом смысле рассчитываю, сколько на общественные организации, на партийных, на политических активистов, на общественных активистов отдельных, которые просто получат трибуну, которые просто получат возможность реализовать свой голос каким-то образом, быть услышанным. Не просто там что-то в социальных сетях, но и выйти на какую-то политическую площадку, с которой тебя точно услышат. Поэтому этот процесс такой, он не быстрый, он не прямо мы сказали, и тут же там налетело желающих. Нет. У каждого есть, еще есть вопросы вкусовщины. Вот вы сами говорите, да, что вот Владимир Николаевич там кого-то не принимает. – А решение как принимается? Кто принимает решение там основное? – Где там? – У вас в блоке, в платформе? – Мы принимаем его, значит, платформы еще нет как таковой, да, то есть мы только объявили о том, что мы будем заниматься и как… – Предположительно, там будет один лидер или… – Нет, боже упаси, ну никаких там, когда речь идет о блоке, там по мнению не может быть одного лидера, потому что это блок, он не становится политической партией. Там принцип очень простой, два юридических адреса, одна политическая сила. И мы будем по этому пути двигаться, ну какая разница, вот у нас когда-то был блок Акум, он был, правда, предвыборный, вот, больше, но он сформировался как-то вот чуть раньше, чем выборы, да. Ну и мы, почему нет, почему нет, мы будем формировать единую политическую силу, которая может быть впоследствии станет единой партией, все возможно. – Вы не исключаете это? – Я ничего не исключаю, ну, слушайте, уже сегодня… – Ну, скорее станет или не станет? – В какой-то отдаленной перспективе может стать. Я не могу вам сегодня сказать, как будет развиваться ситуация. Я считаю, что чем, ну как бы, нам одна из задач этого блока – консолидировать левое политическое поле, которое, ну, имело много, много поводов для разочарования, к сожалению, на протяжении последних десяти лет. И нам нужно… – Вы верите в то, что это возможно сделать? – Безусловно, конечно. Почему? Люди ждут чего-то такого. – Мы сегодня видим много левых спойлеров, например, левых, ну, левых так условно. – Ну, всегда будут спойлеры. Я хочу вам напомнить, что были эти выборы, на которых левый спойлер набрал почти 6% голосов и так далее. – Да, под партий-коммунистом Поби Молот, да. – Да, под Печереме, да, под Поби Молотом. И это был проект Плохотнюка. Вот, и, конечно, спойлеры всегда будут, всегда будут политтехнологии, как белые, так и черные. – Я не помню просто за историю Молдовы, чтобы левые так прям объединялись. – Значит… – Как это могут сделать, например, правые партии? – Правого топа. – Вообще считалось всегда, что это беда правых, что они никак не могут между собой договориться, договорившись, быстро очень друг друга лупят по голове. – А такого опыта у левых партий просто не существовало до сих пор. – Никто не пытался… – Была только партия коммунистов, которая, в принципе, набирала… – Да, которая была, доминировала на поле. – И потом доминировала партия социалистов, которая в какой-то степени заменила партию коммунистов. – В какой-то степени доминировала. – У нее никогда не было таких достижений. – Ну, не было таких достижений. – Вот сегодня я знаю, общаясь с людьми, с теми, кто всегда голосовал за левые политические партии, что этот пример является для них вдохновляющим, что им нравится это объединение. Они говорят, давно пора, и вы сами это слышали. – В районах, да. – В районах люди говорят, давно пора. Во всяком случае, говорили, да, и я надеюсь, что мы их не будем разочаровывать впоследствии. И, конечно, нам надо сближать максимально наши партийные структуры, преодолевать там определенные разногласия, которые кое-где существуют. И, конечно, если будет сформирована эта политическая оппозиционная платформа, она должна работать на расширение этого политического левого поля и так далее. То есть, конечно, всегда будут те, кто к ним не присоединится, исходя из очень разных мотивов, как принципиально идеологических, так и вопросов, связанных с личными какими-то претензиями к определенным людям. Но это всегда будет, эта политика, слушайте, у нас сколько политических партий, которые никогда не попадали в парламент. Никогда. И вообще есть подозрение, что там некоторые политические партии состоят из одного, двух, трех человек, пяти максимум, да, но это политическая партия, и она существует на протяжении 15-20 лет, и ничего с ней не происходит, да. Ну, всегда такое будет, да. – А сейчас есть шанс какой-то. – Да, сейчас есть какой-то шанс для всех себя реализовать, да, вот, в какой-то настоящей политической борьбе. Вот, поэтому, ну, все это потом, да, вы знаете, как был такой прекрасный, гениальный даже фильм «Шесть часов вечера после войны». Все эти планы на потом. Я надеюсь, что эти шесть часов вечера после войны скоро наступят. – Мы тоже очень на это надеемся, и также я хотела бы, Константин, у вас, вам задать последний вопрос, как журналисту все-таки больше, насколько в информационном плане также нейтрально, да, ведет себя руководство нашей страны, и вообще, вот, какую вы чувствуете общую информационную атмосферу? – Я вообще, когда мы вводили это ЧП, у меня был только один вопрос. Насколько этим инструментом могут воспользоваться для того, чтобы затыкать рот средства массовой информации? Моя позиция известна, да. Я против закрытия любых средств массовых, кроме откровенно экстремистских. Я против того, чтобы закрывали средства массовой информации. Против. Потому что это связано не только с вопросами информирования, но еще и с людьми, которые там работают, да, и что такое остаться без работы журналисту, я хорошо знаю, к сожалению, на своем опыте личном. Вот, поэтому я против. Я вообще считаю, что можно конкурировать, можно конкурировать. Сегодня, видите, какая история, сегодня многое можно прикрыть двумя словами фейк и пропаганда, при этом выбрать некую линию, которая не является фейком и пропагандой, а есть линия, которая обязательно является фейком и пропагандой. Это неправильно, на мой взгляд. Это неправильно. Люди должны получать информацию из разных источников и делать собственные выводы. Вот и все, что я скажу на этот счет. Как людям сейчас, так скажем, получать, где им черпать объективную, правильную информацию? Объективную информацию вы сегодня не получите нигде. Как вы ее находите, где вы ее находите? Потому что люди пребывают в шоке, особенно первые дни мы видели очень много фейков с 2000-х каких-то великий фильм «Хвост виляет собакой» стал единственным средством, методичкой для формирования общественного мнения. К сожалению, там война была придуманная и была только в телевизоре, а тут, увы, она реальная. Чтобы вы порекомендовали тогда людям в этой ситуации? Я ничего не могу рекомендовать, извините. Я нашел, я нахожу информацию. А где вы ее ищите? Где вы? Во-первых, вот смотрите, когда приписывают тем или иным общественным или политическим деятелям то или иное заявление, надо перепроверять, конечно, в источниках официальных. Вот хорошо, что вот был запущен у нас такой телеграм-канал «Прима Сурса», в котором действительно дается только официальная информация. Первый источник, да. Я знаю людей, которые его ведут, они представляют правящую партию, но тем не менее, вот это хорошо, что такой канал информирования существует. Значит, я получаю новости из Украины. Я нашел тоже источник, который был оппозиционен Зеленскому. Он его закрыл. Даже. Но остался телеграм-канал. Но остался телеграм-канал, который я читаю. Я считаю, что там, учитывая его оппозиционность, но учитывая патриотизм какой-то свой, там нет ничего оголтелого. Там нет вот этих оскорбительных каких-то вещей. И я вот его читаю, получаю новости из Украины оттуда. Не хочу называть его, но не важно. То есть, если коротко, вы рекомендуете как минимум два-три источника, чтобы люди перепроверяли? Да, их всегда должно быть как минимум два-три, а то и четыре-пять. Ну, насколько тебе хватает как бы времени и сил воспринимать такое количество информации, потому что там гиперинформированность сегодня одна из самых больших бед. Просто каким образом не впасть в панику людям, которые работают по 10 часов, приходят вечером. Знаете, я вам вот что скажу. Возвращаясь к великому писателю Михаила Фаначчу Булгакову, русскому писателю, родом из Киева, значит, не читайте до обеда советских газет. Говорит, так других нет, а вы никаких не читайте. Может быть, знаете, какая-то вот эта девственность нас сегодня может спасти, но иначе можно сойти с ума. Если все время погружаться в то, что к нам приходит из разных источников, ну, закрывая, не закрывая, все равно оно просачивается, в современном мире ничего нельзя закрыть окончательно, да, ты все равно просто ты будешь попадать на черти что, вот, можно сойти с ума, можно впасть в панику, можно вызвать массовый психоз, на что, собственно, и настроено сегодня большинство соцсетей и прочих средств массового манипулирования сознанием. Вот, поэтому лучше ничего не читать в таком случае, или читать только официальные источники. Такой-то заявил это, такой-то заявил это. Правда, если заявил один с одной стороны, другой с другой стороны, то, правда, где-то посередине вот ищет. И самим делать выводы, а не читать выводы. Ну, конечно, конечно, конечно. Спасибо вам огромное, господин Старыш, за интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Дорогие друзья, я напомню, что в эфире была программа «Главная». Гостем сегодняшнего эфира был депутат парламента Константин Старыш. Я желаю вам хорошего вечера. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Оставайтесь с нами. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ